Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому, кстати, и можно, так бы не дала Так, я ничего не понял Муж у него тут работал, Вовчик Вот как раз в твоей смене, он там этот был Как его? Писатель или поэт Идиот, в общем Писал тут всякое В журнальчике Вот Слушай Тайком мрачными ночами Тоскливо плакало небо Роняя на спящую округу Свои тлетворные слезы А иногда холодный северный Ветер Ну что, жизнь же, а? Ну вот И я того же мнения Нет бы медь собирать Ему хернёй маялся И Оленька у него это такая же Прикинь Каждую смену Приходит Хавчик притащит Накормит Напоит его А потом, главное, трахается Пол у меня возникло мыслиться Рога ему наставить Ничего Чё, чё Не успел Бил его В смысле? Типа Насмерть? Насмерть Ноленька это его Не пришла как-то к нему сюда То ли ключи он там унёс То ли она ему это отдала Мне рассказывали, я уже забыл Там чё-то такое А тогда месяц был такой Декабрь, то ли январь И зима была И метель А Вовчик уюзенел Ждал, ждал А потом пошёл туда-то искать А там метла ночью по колесу шла Метла, знаешь, чё такое? Ну вот это Метла ночью по колесу шла Что-то пути прочистит А Вовчик по тропиночке А там бугорочек накрывался На бугорочечку Жить на пути А там метла по нему И вовчик туда ножки по пупу прованула Водила метла испугался часами Но он по идее не виноват Нехер по ночам шляться До пяти утра провалялся Живой же Прикинь, хрен ужасов А тут доленька ливонная идёт Увидела это всё И гудбай, Америка Планка упала и окончательно Бегала ты чё-то Было всё как фильм Ну а потом пропал Ну пропал и пропал У меня-то по идее 204 её не было А вот там сижу как-то вот этим летом Чё-то проводков наковырял Прикалываюсь сам собой А я очки Вовкина наглядил А как ты думаешь, кто приходит? Чё, она что-ли? Мэдди готовился Мэдди готовился Мэдди готовился Мэдди готовился Мэдди получается что-ли у тебя? Из-за этого, да? Ух ты, Вова Ты же у меня такой молодец У тебя всё получится Вов, ты только не пей больше, ладно? Не будешь пить, Вов? Ладно, не буду Правильно, ешь теперь А ты меня любишь? Чего? Ну, любишь? Ну, да Ну, не так нормально, скажи Люблю А ты увольшься тогда, Вов, ладно? Чего? Ну, увольшь, Вов Проживём как-нибудь, не умрём Ты увольшь только? А я увольшься Ты три года уже обещаешь Ты меня только не обманывай, Вов, ладно? Не обманывай меня, Вов Ой, дурочка, я у тебя такая вообще дурочка Навитая, шизофреник просто Всё, мысли какие-то дебильные Господи, возьму и думаю, что ты умрёшь У меня храню тебя, храню чего-то А ты не переживай, что это из-за сна просто Из-за сна сон мне приснился? Плохой про тебя, про гречку Пошли спать, Вов, а? Так, а... Ща... щас я... А ты куда? Ну, щас я... я... я выйду только Слушай, а ты вот это... иди домой Ты расстроился, что ли? Нет, нет, я не расстроился Тут, в общем, проверка будет вот под постановку Ты специально, да, я проверку придумал Нет, я не придумал ничего Не обманывай меня? Я не обманываю тебя, правда Будет проверка Иди... Вов, ну прости меня, пожалуйста, Вов Я ж не специально Я... я тебя уже прости Я просто на выявление почитать отошла А Триска за голубем побежала А трамвай донекал, Вов Да, Вов, мадморазик какой-то, правда Эээ... я... всё... всё нормально Понятно, я всё... ну хорошо, правда Просто... пойди домой, я тебя прошу Словочка Ну... ну перестань, пожалуйста Мне ж тоже больно, я тоже страдаю Я, может, и сюда к тебе хожу Потому что боюсь За тебя боюсь Что трамвай идти кругом Что я не сделаю, чтобы что-нибудь Вов, ну, у меня что-то перенесут внизу Так, Вовчик, пожалуйста Ну, Вовчик, попало Всё, я прости, понимаешь, всё хорошо Всё нормально, просто... ну пойди домой Вовчик, ну будут у нас ещё дети Будут дети Я полечусь, вот и буду Дай это испытание нам, просто Вов, Вов, любви наше испытание Вов, ну и что будет? Вовчик, хочешь жизни? Люблю, ты меня любишь? Ох, ох, поцелуй меня, Вовчик, поцелуй, ну, поцелуй Не так А пошли спать, Вовчик Нет, нет, мне надо в обход А я с тобой пойду Зачем? Ну, спокойно, так Чё, не пойдём? Ну, куда, Вовчик, а... Спать тогда пойдём, Вов? Не-не, я... Лучше пойду, я есть захотел Ты, конечно, вовчик расстыл, наверное, уже давай... И не надо, я... Я не надо, ты ложись пока А я с тобой посижу, можно? Окей, ладно, сиди Вов... А давай девочку здесь дома возьмём, а? Я... я... я подумаю Вовчик Подумаю, Вов... Господи, Вов, ты такой хороший у меня, мне так повезло с тобой Вовчик, ты только не бросай меня, ладно? Не бросай только, Вов, всё у нас хорошо будет Всё как раньше будет, помнишь, как раньше было, а? Помнишь? Помнишь, как мы с тобой тогда на пруд ходили И крошку в банке трёхлитровую взяли И в воду поставили, чтоб холодненькая она была, помнишь? А мальчишки какие-то слопали и водоросли доносовали, помнишь? А, ну да Нет, это ещё что? А помнишь, когда мы с тобой у тётью Галю догостили? И мы с тобой это... А я кричать стала А она такая забегает Ты чего её истязаешь, поразит очки Ещё напялил интеллигент, называется, помнишь? Ну да, да Помню Мама! Он первый начал, мама! Он... Он всё навязывал этим, мама! То, что мне стало, самообороны это Он... Он всё навязывал, делать то, что мне стало Деньги, нам нужны деньги Мама, я больная Мама! 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 Вы меня слепая Не видитесь ничего Мама! Мама! Он не возможен! Он слепая Он сюда расставил Now женщина Значит, давно Меня заморочили Мама! На вершине кражей На вершине кражей Пратча! Мы ее молитруем Давай На вершине кражей Субтитры создавал DimaTorzok Ваши суставы немеют, 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 члены наливаются свинцовой тяжестью, становятся чужими неподъемными, чужими неподъемными, руки и ноги от кончиков пальцев расслабляются и теряют чувствительность, теряют чувствительность, теряют чувствительность, в голове туман, 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 веки тяжелеют, тяжелеют, тяжелеют и закрываются, 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 закрываются. Закрываются, закрываются, закрываются. Закрой глаза, Валена, глаза и веки, ага, тоже. Он не говорит, закрой! Тебе сказал, закрой, ты не закрой. Я так не могу. Вы вмешиваетесь в процесс внушения, это нельзя. Он не говорит, закрой! Он тебе сказал, закрой, ты не закрой. Все, молчу, начинайте сначала. Это не мешает. Глаза и веки, это одно и то же. Да сам знаю, Грюль, но я волнуюсь. Он тебе сказал, закрой, ты не закрой. Все, начинайте сначала. Ой, про члены не надо. Какие члены? Ну я не могу так работать. Все, начинайте сначала. Смотрите на шарик, расслабьтесь, следите за ним, слушайте меня внимательно, очень внимательно. Ваши руки и ноги наливаются свинцовой тяжестью, свинцовой тяжестью. Кожные покровы немеют, 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 немеют. Вы окунаетесь в теплое море, в теплое безграничное море вы окунаетесь и расслабляетесь, расслабляетесь. В голове туман, 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 веки тяжелее, глаза тяжелее закрываются, вы засыпаете, голова тяжелее, засыпаете, 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 спите, 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 вы спите? Все, он уснул. А он это, того не притворяется? Это исключено. Он у меня просто хитрый, алкаша хитрый. Как вас зовут? Виктор Цой! Трупа крови на руками! Мне нужен мой бой! Мой порядок! Оль, верните, пожалуйста, это что такое? Как вас зовут? Борис Семенович Бызов! Где вы находитесь? Дома я! Кем вы работаете? Дома! Он? Он. Что спрашивать? Деньги куда снули? Борис, вы меня слышите? Да. Скажите, куда вы спрятали 10 тысяч рублей? Спрятал за бочком! В туалете! За бочком в туалете. Я сейчас... Нашло! Вы представляете! Нашло! И в мешочек свернул, чтобы не тамогли-то! Вот он у меня какой! Алкаша хитрый, я же говорила, золотой! Могу выводить его из танца? Погодите. А можно я его закодировать? Я не специализирую, закодирую. Нет, подождите. Может, я могла бы один вопросик спросить? А какой вопрос? Вот мы когда с ним познакомились, он только из армии был, говорил, что в Кремлевских войсках служил. А мне вы как всегда не верили, смогли бы это узнать, правда это или нет. Да, конечно. Борис, вы меня слышите? Да! Скажите, вы служили в Кремлевских войсках? Нет. Как нет? Подождите. Подождите, я всем папам на работе говорил, что у меня муж в Кремле служил. А где он служил тогда? Узнаете у него? Где про Борис вы проходили срочную службу? С трейкерами в войсках! Горьки мертв не сал! Да! Это я чего? Всю свою жизнь живу со стройботнёй сраной! А может, он не в танках на учениях горел-наврал? Вы у него что? Узнаете, откуда ожог на заднице? Ну, это уже не тихо. И тихо-тично, спрашивайте. Борис, вы меня слышите? Да. Скажите, как вы получили ожог на... На заднице. На ягодице. Сел на костёр! По пьяному делу. Ясно. Понятно. И не брать. Ну, ничего. Ничего-ничего. Мы у него сейчас всё выберем. Так. Всё на дыху нам сейчас расскажут. Спрашивайте его. Спрашивайте, спрашивайте-то его. Спрашивайте. Ну, что вы знаете-то? Спрашивайте, спрашивайте. Я вам говорю, спрашивайте его уже. Спрашивайте. Спрашивайте. Ну, ну, про платье зелёное. Платье бархатное зелёное из Москвы. За сколько он мне его купил? Он может не понять, какое именно платье. Поймёт, поймёт. Больше ничего не покупал. Борис, вы меня слышите? Да. Скажите, вы помните зелёное бархатное платье, купленное вами в Москве? Помню. За какую сумму вы его приобрели? За 246 рублей. Ты же, ты же клялся, божился, что за 15 тысяч за него в ЦУМе отдал. Ты же клялся, божился, да я же его только на свадьбу или на юбилейку, да. Да мне все бабы на работе говорят, какой у тебя муж золотой? Как он тебя любит? А теперь что? Попозоришь, что ли? Что ж, я не человек, что ли? За всю свою жизнь ни на одно нормальное платье не заработала. Да ты же вон сколько пьёшь, я же тебе вообще ни слова не говорю. А ты мне на тряпку пожалел. А куда остальные деньги девал, которые якобы на платье истратили? Неужели пропил за два дня? А? Вы у него знаете? Куда он остальные деньги девал? Я думаю, это лишнее. Не лишнее, не лишнее. Может, он себе на свету проститутку покупал, а я-то жена, и я имею права знать. Успокойтесь, я спрошу. Вы спросите, спросите, я ему теперь ни на столичку не верю. Спрашивайте, давайте. Ну, если ты мне гад, эти деньги проститутке отдал, я тебе собственными руками... Спрашивайте. Борис, вы меня слышите? Да. Скажите, куда вы израсходовали деньги, которые якобы истратили на платье? Проиграл! На пёстке. Проиграл на пёстке. На пёстке. На пёстке. Он у меня, значит, в Москву ездил на пёстке играть. Я, значит, тут Монтулю, как Баба Карла, а он у меня в на пёстке играет. Я, значит, тут последнюю копейку считаю, а он у меня в на пёстке играет. Да сколько я тебе раз говорю, да не связывайся ты с этим жильём. Они же людей до низовщика обдирают, они же его голову откручивают. Как по Москве, я уже должен был плавать, как в телеке там показывали. Они же людей квартиры отбирают, а? Но если бы ты меня тогда без квартиры оставил, тогда я бы тебе язву работу принесла. Нет! Не смесь! Я у него ещё не всё узнала! Я больше не могу продолжать, у меня насилие назначено следующее. Тогда отменьте! Я не могу, отменьте, мне ещё добираться. Так, подождите, во-первых, возьмите ваши три тысячи. Три тысячи мои. Скажите, вы вступали с этой женщиной в интимные отношения? Нет! Нет! Нет, говорите. Вот как она нас грибошками просто кормила, и курашку вот эту раздавала. Просто так. Вы ему не верьте, Николай Иванович, не верьте. Я вам уже говорил, что под гипнозом невозможно лгать. Это может, скажем я лучше. А алкаш опять. Знаете, в моей практике на первых подобных случаев я растерян лучше. Ухрен, утром, ухрен, 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 ухрен. А всё с ней живо и живо. Она же, мол, какая детка была. Во! Всё там дырочком. Коса дуба. Талия какой-то и Кадышевой. Попка, глобуса, на каблучках. А я кто? Стройботня. Не пошла бы она из-за меня за стройбат, как узнала, что с крылья так сразу пошла. Первый я у неё. Чё, не веришь, что ли? Верю. Вижу, что не веришь, и рожа какая хитрая. Верю, безусловно, верю. Клянись. Ну зачем? Просто. Это всё предрассудки, я никогда не клянусь. А, вот-то, а то верю, не верю. Так, я вам сказал, что я вам верю. Только чай, мужика, раз не веришь, сам спроси! Вот, я вам верю, и я спрошу. Спроси! Спрашиваю. Надежда Петровна. Ну что ещё? Скажите, Борис Семёнович был вашим первым мужчиной? Глазогнул. Нет, конечно. Это она, наверное, того прохоза посчитала, который у неё до меня был. Образная она. Спросите как-нибудь по-другому, а? Надежда Петровна. Ну? Сколько всего у мужчин у вас было? Ой, это грамотно. Двадцать один. Чего? Сколько? Два, но считает, что один. Нет, она не так сказала. Она так сказала, я ближе стану, я слышу. Она не так сказала. Она так сказала, честное слово, я вам клянусь, она так. Жене клянёте. А вот теперь клянусь, она так сказала. Я вам Богом клянусь, Фазеру клянусь, клёпочки свои клянусь, фокуской работы, всем клянусь. Так, запутывай меня, спрошу ещё раз. Я уже спрашивал, она сказала два. Три! Три! Два и один, получается три, точно. Два закрой с постелью с одним, она просто дружила. Спроси ещё раз. Я не могу один, вопрос важный задавать. Почему это? Потому что там базальные условия находятся рядом с эмбрегционной системой, и там может случиться катастрофа. Хорошо, так-так-так-так. Тогда спросите, у меня сколько до неё было. И это я уже спрашивал. И что она сказала? Она сказала один. То, что вы говорили про хвост, обещает соблежатся. Так, спроси ещё раз. Я не могу, я не буду. Ты чё, мужик, зачем я задумывал? Спрашивай её! Спрашивай её, сказал! Спрашивай! Больно! Спрашивай! Спрашивай, сколько мужиков было! Спрашивай, сколько мужиков было! Часы ногу сломаю, я больше знай! Сколько вызов связался, с кем попало! Да, всё! Руку сломай! Спрашивай! Всё! Всё! Надежда Петровна! Надежда Петровна! Заклевал! Сколько всего? Сколько мужчин у вас было до мужа? До какого? Как до какого? Ну до вашего! Ну до первого или до второго? Что это было? Что это было? Она опять скупакор пошла? Я думаю, я не знаю! Что за что стало? Я не знаю! А как узнать? Ну спросить можно! Да вот, внуки её! Что? Так спрашивайте! Надежда Петровна! Ну? О народ! А! Прилип тут как по мне! Здесь! А где мне ещё быть? Ну она это! А чё ж служили двое? Кто второй? Надежда Петровна! Кто второй муж? Кто-кто? Ольга Вызов! А первый? Лёшка Славик был такой! Мы с ним три месяца прожили! А потом выходят на кого-то с бутыльника! Ну его и посадили! А я как узнала, паспорт обладу сделала! Развелась! Из печати Сисевичьей фамилии! По-моему, обладать даже мне ещё не надо! Спите! Ну и денёк! Ну и денёк! Все руки изломали! Кишки отшибли! Бубашку изорвали! Едва-едва не сделали соучастником убийства! И всё это на первом же вызове! Вот тебе и индивидуальный предприниматель! Сейчас на автобус! Сколько там? И часы сломали! Ничего! Сейчас на автобус ходишь ещё наверно! Потом домой с Клёпочкой погуляю! Вроде в таз горячей воды! Не спать! Не спать! Едите, пускай спят! А проснутся, разберутся туда, что я домой! Криптомами! Умница какая! Выпустил дядюку! Умница какая! Выпустил дядюку! Как же нельзя! Они же проснутся и добивают! Надо всё вернуть на свои места! Сделать как было! Да я не Господь Бог, но я же могу попробовать сделать лучше! Я попробую сделать лучше! Надежда Петровна, вы меня слышите? Да! Борис Семёнович, вы меня слышите? Да! Я вас прошу! Забудьте весь сегодняшний день! Забудьте меня! Забудьте всё то низкое подлое, что мы когда-нибудь сделали друг другу! Перестаньте лгать друг другу! Перестаньте изменять друг другу! Перестаньте называть другого презрительными прозвищами! Ведь это ж так противно! Пожалуйста, будьте терпимее друг друга! Ведь это так просто! Ты, Надя, говори потише! И по возможности поменьше! Ведь слова — это не единственная форма выражения чувств! А ты, Боля, ты, Боля, не пение засморишь! Спортом займись! Выживай, например, трусу и побегай! Леженько послушай литературу, почитай, в общем, живите его интереснее! Живите интереснее! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самого главного ведь не сказал! Любите вы друг друга! Любите друг друга! Любите друг друга так, как когда-то, очень-очень давно, может быть, в детстве, вы мечтали любить своего будущего спутника жизни! Любите друг друга и будьте счастливы! Пожалуйста! Любите друг друга! Ведь любовь, она ведь нам дается, жизнь, любовь, она ведь дается всего один раз! Это ведь так противно и глупо потратить ее на какую-то бесполезную ложь или жалкую ненависть! Любите друг друга и будьте счастливы! Любите друг друга! Любите друг друга всегда и будьте счастливы! Не тратьте время на плодости, любите друг друга, будьте счастливы, всегда. Любите друг друга. Любите друг друга. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ